Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! И вот некоторые темы этого выпуска. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование по факту прорыва дамбы в Шалаболихе продолжается. Без багажа, попутчиков и далеко идущих планов, что заставило мужчину продать благоустроенную квартиру в Москве и двинуть аритмии по России. В зале были в основном коллекционеры. Какому событию посвящена церемония гашения марки? Но вначале спасти от разорения. Алтайские аграрии просят правительство страны пролонгировать кредиты при режиме ЧАЭС, но при условии сохранения не только кредитной истории, но и льготной процентной ставки. Как объясняют сельхозпроизводители, банки готовы пролонгировать кредиты для всех крестьян в условиях ЧАЭС, но при этом подняв ставку до коммерческой в 25%. При таком раскладе осилить обязательства будет нереально и кого-то может привести к банкротству. Ранее стало известно, что темпы уборочной кампании в Алтайском крае отстают от графика на 20%. Причина в проливных дождях, которые шли в августе и в сентябре. В регионе пришлось вводить режим ЧАЭС. Уголовное дело возбудили следователи по факту прорыва дамбы в Шалаболихе. Было установлено, что 5 октября во время спуска воды на каскаде прудов произошло разрушение гидротехнического сооружения. При этом решение о снижении уровня воды в прудах принято в администрации района вопреки законодательству и без достаточных на то оснований. В итоге дамбу прорвало и из-за подъема воды в реке была разрушена автомобильная дорога. По предварительным данным, сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования находятся на контроле и в прокуратуре региона. Сегодня в Барнауле оперативно ликвидировали пожар. Горел частный дом на улице Короленко. Пламя охватило 110 квадратных метров. В момент прибытия спасателей дом горел открытым огнем. Пламя легко могло перекинуться на соседние строения. Со слов очевидцев, люди вышли из жилого помещения. По данным МЧС России по Алтайскому краю, при тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Причина возгорания пока уточняется. Чтобы повысить уровень жизни бюджетников Алтайского края, именно педагогов, врачей, соцработников и других категорий, потребуется дополнительная помощь от Федерации. Такое предложение высказал губернатор региона Виктор Томенко в рамках парламентских слушаний, где говорили о параметрах федерального бюджета на 25-й и плановые, 26-27-й годы. Далее подробнее. Губернатор региона на парламентских слушаниях по бюджету сообщил, что в Алтайском крае стараются регулярно обеспечивать рост зарплат бюджетников. Причем совсем недавно за счет собственных ресурсов, корректируя краевой бюджет, на эти цели заложили более 3 миллиардов рублей. Чтобы зарплаты врачей, учителей, соцработников и других категорий дальше росли, требуется помощь из федерального бюджета, подчеркнул Виктор Томенко. Мы на протяжении целого ряда лет индексируем фонд оплаты труда бюджетников самостоятельно, но ресурс при нашем уровне бюджетной обеспеченности 0,732, это уже после выравнивания, он, конечно же, ограничен. В этой связи еще раз просим обратить внимание на возможность увеличения общего объема финансирования помощи регионам, в том числе и дотации на выравнивание, и дотации на заработную плату. Губернатор озвучил еще одно предложение об условиях списания задолженности регионов по бюджетным кредитам в рамках поручения президента. По сравнению с другими областями и краями, отметил Виктор Томенко, задолженность нашего невысокая и составляет 1,7 миллиардов рублей. «Предлагаем для регионов, имеющих небольшой объем долга, установить возможность списания в более ранние сроки, чем растягивать на 6 лет, а также принимать к зачету расходы, понесенные регионами с марта 2024 года». В целом на парламентских слушаниях обсуждали вопросы новых подходов к оплате труда медицинских работников, о возможных условиях льготной ипотеки и поддержке семей с детьми, а также другие приоритеты, которые обозначил президент в рамках нацпроектов. К другим темам. В Барнауле завершаются работы по благоустройству парков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Один из объектов – парк Изумрудный. Как благоустроили его и какие еще общественные территории ждет обновление, расскажет Дмитрий Дроздов. История восстановления парка Изумрудный началась еще 4 года назад. В течение этого времени здесь построили пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки. Визит в центр, амфитеатр и сцену. Также восстановили центральную аллею, пруд и прилегающую к нему территорию. В этом году сделали 5 основных объектов. Это шахматный павильон, спортивная площадка, информационная стелла, парковка со стороны проспекта Сибирского и ограждение. В этом году был самый небольшой по объему работ этап, но тем не менее очень важно. Эти работы были сделаны в срок, качественно. Уже в начале сентября горожане могли всеми этими объектами пользоваться, поэтому у нас вот эта работа была сделана. Но хочу подчеркнуть, что на этом реконструкция парка Изумрудный точно не заканчивается. На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей, а в будущем планируются дополнительные работы по благоустройству территории, установка туалетов и точек общественного питания. Всего же в городе с 2018 года было благоустроено 23 общественные территории на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Как отметила глава города, подобный объем финансирования был бы невозможен без участия правительства Алтайского края и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Вячеслав Франк выразил слова благодарности за помощь в обновлении городских парков и создании современных и уютных общественных пространств. Если мы говорим в целом о парках, то мы привыкли на сегодняшний день и в этом году говорить, наверное, о трех парках. Это парк юбилейный, заканчиваются там работы, через 10 дней все эти плановые работы, которые мы планировали на этот год, они будут закончены. Самые такие крупные, наверное, освоения денежных средств как раз прошли и в парке юбилейном. Мы открыли первый этап парка имени Ленина, как его привыкли называть, там порядка 50 миллионов рублей. Парк изумрудный пользуется большим спросом, только в этом году его посетило более 2,5 миллионов человек. В будущем хорошей альтернативой изумрудному станут парки, которые сегодня тоже участвуют в благоустройстве. Это парк юбилейный и бывший парк имени Ленина. Дмитрий Дроздов, День с толком. Куба, Йошкар-Алла и Чечня. Министр культуры Алтайского края рассказала, где побывают творческие коллективы региона осенью этого года. Также Елена Безрукова поделилась с журналистами, какие мероприятия этого года обязательно нужно посетить, и приоткрыла завесу тайны, что нас ждет уже в следующем году. Уже в эту пятницу, 11 октября, Барнаул ждет масштабный фестиваль «Зазеркалье». Интересен он и для зрителей, и для профессионалов. Ведь помимо спектаклей будут и мастер-классы, и творческие встречи. Еще одно крупное событие в мире культуры этой осенью, о котором накануне рассказала Елена Безрукова, фестиваль, посвященный Домре, Прима Домра. Главной звездой нашего фестиваля будет Екатерина Мочилова, известнейшая домристка, которая входит в топ музыкантов страны. В своем направлении это что-то примерно уровня Дениса Мацуева, только Домра. Играет на ведущих площадках, в ведущих залах, ее график расписан на несколько лет вперед. Помимо этого, жители региона ждут мероприятия, посвященные 220-летию Михаила Глинки и 225-летию Александра Пушкина. Министр культуры края Елена Безрукова также рассказала, где побывают творческие коллективы региона осенью. Ансамбль «Огоньки» продолжит гастроли в Йошкарале, Тольятти, Сызрани, Волгограде и Астрахани. Ансамбль «Алтай» приглашен на Кубу. А уже на следующей неделе делегация от нашего региона примет участие в проекте «Музейные маршруты России» в Грозном. Также на встрече с журналистами министр напомнила о крупных объектах культуры, которые дождались своего ремонта. Например, в середине ноября откроется Троицкая детская школа искусств. Типовое здание, такое под шубой, зелено-серое, унылое, преображается буквально на наших глазах, потому что капитальный ремонт за счет национального проекта и софинансирования из краевой программы культуры Алтайского края, конечно, меняет ее в полном объеме и фасад, и все внутреннее убранство. Работы ведутся и в детской школе искусств в Черыше. Также капитальный ремонт продолжается в районном доме культуры в Романово. Мы получим новый красивый дом культуры. Ну и мы уже как-то рассказывали про изюминку, которую придумали проектировщики-строители и сами местные представители культуры, потому что у них оригинальным образом будет выполнена крыша, которую можно будет в летнее время использовать как площадку для проведения мероприятий. Так что не только в Барнауле можно будет провести какой-нибудь молодежный концерт на сцене, но и в Романово. Если забегать вперед, помимо традиционных фестивалей, в следующем году жителей края ждет несколько интересных событий. В апреле регион примет «Эхо» – большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В июле масштабное событие в художественном мире – молодежной биеннале «Азарт Сибирь». А в конце августа в регионе пройдет международный фестиваль искусств. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Без багажа попутчиков и далеко идущих планов. На карте московского путешественника Александра Колесникова точкой отмечены десятки российских городов, впереди еще больше. Его автопутешествие уже рекорд. Самое длительное, необычное по формату. Молодой человек уверен, чтобы проехать всю Россию за раз, путь нужно прокладывать зигзагом. Так родился проект «Аритмии по России». Наша съемочная группа встретилась с Александром в Биске. Значит так, Тименская область. Деревня Ангарка. Перелески Свердловской области, поля Томска и вот предгорье Алтая. Чтобы попробовать Россию на вкус, москвич Александр Колесников вышел из душного офиса, сел за руль УАЗа и отправился колесить по родной стране. Конечно, в каком-то смысле без авантюризма в такие путешествия отправляться нельзя. Тем более, когда ты не знаешь, что будет даже не то, что завтра, а то, что через час будет. В таком формате существовать довольно продолжительное время, на самом деле, довольно тяжело, устаешь от этого, естественно. Ну, как-то вот, ну, это должно нравиться, чтобы это делать. Дорога до Каштовки выдала сложнее, чем я думал. Пять месяцев в дороге, более 30 тысяч километров за спиной. Как признается сам путешественник, амбициозная идея проехать Россию за раз на деле не так проста. Газуй! Ну и плюс мне нравится еще рассказывать истории, вот, собственно говоря. Я в этом смысле совместил две свои, так скажем, я не знаю, как это, хотелки, так можно сказать. Мне нравится и рассказывать, грубо говоря, такая журналистская, можно сказать, работа, ну и путешествия. Так появился проект «Аритмия по России». Старт был дан из Смоленской области, а после города – один за другим. Конечная точка – Владивосток. Путь прокладывает зигзагами. Карта отчетливо напоминает кардиограмму. Сама идея кардиограммы появилась уже, на самом деле, незадолго до выезда, когда я начал уже прикидывать маршрут, я понял просто, что это похоже на кардиограмму. Вот, и, ну, я посчитал, что это символично достаточно, вот, а «Аритмия» тоже быстро пришло, потому что я везде говорю, что один из моих любимых фильмов – «Аритмия Хлебникова», поэтому там очень быстро, да, тоже идея родилась. У проекта уже появились свои фанаты. Путевые заметки Александр публикует в блоге, а позже планирует написать о своем путешествии книгу, о том, какая Россия разная и какие разные люди встречаются на пути. В Барнауле презентовали новые почтовые атрибуты, посвященные Николаю Рериху. Получить штемпель первого дня приехали филателисты даже из соседних регионов. Подробнее о ценности подобного мероприятия расскажет Данил Кузнецов. В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая прошла официальная церемония гашения марки. Иначе говоря, презентация нового знака почтовой оплаты. Приурочен он к 150-летию со дня рождения выдающегося художника, мыслителя и общественного деятеля Николая Рериха. Почта России, конечно, не могла остаться в стороне и внесла свой вклад в сохранение культурного кода страны. Выпустила в честь юбилея почтовую марку, конверт и художественный штемпель. Штемпель первого дня мог получить каждый, но в зале были в основном коллекционеры. Некоторые даже принесли специальные конверты, которые выпускались в Новосибирске в честь 135-летия Рериха. В соседнем регионе церемония гашения происходит куда чаще, чем в Алтайском крае. Мы делали специальный штемпель к ночи музеев. Это тоже уникальная мировая акция, но всероссийская уж как минимум. И мы штемпелевали как раз-таки специальный штамп был, ночь музеев одного из годов, юбилею, по-моему, 15 лет ночи России было. В общей сложности по России выпущено 3,5 тысячи марок с изображением Николая Рериха и его картины «Строят ладьи». Но в главное почтовое отделение Барнаула доставили только сотню. Еще меньше привезли конвертов – лишь 30. Больше поставок не будет. Штемпель тоже можно получить лишь сегодня и завтра. Однако опытные коллекционеры уже все закупили и собираются использовать почтовую продукцию по назначению. Знак того, что этот блок, этот конверт был отправлен именно из Барнаула в этот день с заказной корреспонденцией, нумерованной, то есть подтверждение полное, что мы были здесь, что мы участвовали в этом мероприятии. Не исключено, что следующее подобное гашение марки будет через 5 лет. По словам директора Гмилика, региональное министерство культуры хочет приурочить мероприятие к столетию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Будущих мам в Барнауле учили петь колыбельный. Необычный мастер-класс организовали ко дню беременных, молодому празднику. Его очередили два года назад. Организатор мероприятия – Краевой центр охраны материнства и детства. Его специалисты уверены, что колыбельный успокаивает не только ребенка, но и маму. Поглаживая животики с улыбкой на лице, будущие мамы поют малышам. Коллективное пение – специальный мастер-класс в Алтайском краевом перинатальном центре. Спи ты, скорей, малыш. Обязательно смотреть ему в личико. Может быть, легко поглаживать. Ученые доказали, колыбельные создают особую связь между мамой и малышом. Петь их нужно еще до рождения. Так ребенок знакомится с мамой через голос, через интонацию, улавливает ее настроение, формирует отношения к миру и не боится выходить на свет. Чтобы он привыкал к этому добру, к ласке и теплу матери. Человечек очень нуждается в тебе. Это, наверное, самое главное, чтобы ты сплюбелешь. По словам врачей, колыбельные полезны не только малышу, но и маме. Пение в период беременности уже профилактирует послеродовую депрессию. Когда мама поет колыбельную песню, происходит нормализация сердечных ритмов как у матери, так и у ребенка. И поэтому мама сама тоже в этот момент получает очень положительные эмоции. Она любуется своим малышом. Она погружается в это материнство. У нее увеличивается лактация. И профилактика депрессивных расстройств как раз происходит на этом этапе. Интересно узнать, что можно и с собой индивидуальную колыбельную для своего малыша придумать. Думаю, этим можно будет заняться. По словам специалистов, в давние времена мамы придумывали каждому ребенку свою колыбельную. И этот индивидуальный код дарил тепло человеку всю жизнь. Сейчас в крае на учете стоят 9 тысяч беременных. 42 женщины из них ждут двойню, 3 тройню. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Баскетбольный клуб «Барнаул» начал новый сезон с победы. В столице Чечни наша команда обыграла грозненская «Динамо» 70-67. Начало встречи было за хозяевами. «Динамовцы» ушли в комфортный отрыв плюс 9 очков. Однако барнаульцы смогли перевернуть ход игры в свою пользу. Мы вчистую провалили первую четверть. К сожалению, у нас уже так в практике. Мы одну четверть проваливаем. Но смогли после перерыва собраться, подобрали нужную защиту и справились с соперником. Перелом случился в третьей десятиминутке. Изменение в схеме игры дало свои плоды. «Барнаул» догнал и вышел в лидеры. Концовка превратилась в классические качели с равной игрой, где барнаульцы оказались точнее. Тяжелая победа нашей команды. Сейчас алтайская сборная отправляется в Санкт-Петербург, где 11 октября сыграет против «Зенита-2». На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...